Всем привет, ребята! С вами Легасик. Ну что, наступил вайп серверов. Это новая графика. Мы сегодня будем смотреть новую графику, пробежимся по разным ее окрестностям, посмотрим, что и как, и почему. И этот будет ролик как бы без нарезки, потому что, ну сами понимаете, только вайп был. Я играю на сервере, повторяю, Rust Club 4, процедурал карта. Здесь поставили самое мощное железо за 8000 от Москвы ВХ. Здесь была карта Хапис, ее убрали и полностью вайпнули. И это вторая карта-процедуралка. Для чего это сделано? Это сделано было для того, чтобы люди посмотрели на новую графику и оптимизацию в Расте. Вот, в общем-то, в принципе и все плюсы данной истории. То есть история такова, что Хапис Айлент пока, естественно, забросили. Барон для слабых компов. Подожди, сейчас посмотрим. Кит Хантер мы введем по-быстрому. Он у нас есть. Ой, ой, гигантчик. Гигантчик спалился. Хотя бы скоростные стрелы. Сейчас эти штуки будут убирать. Кит Хантер, медик, вроде ИТ, насколько я помню, будут убирать эти киты. Потому что сервер вот только-только включили, уже 22 человека зашло. Для чего это делается? Почему убирать? Чтобы, ну, была хоть какая-то хардкорность на мод-серверах. Поэтому, ребят, давайте быстрее заходите. И здесь останется Кит Сори для тех людей, кто играл. Кит Сори, там будет ресурсы на дом. То есть, если вы ищете сервер новый, или вас уже зарейдили, или вы не знаете, куда податься, заходите на Rust Club 4. Ссылки я оставлю в описании и даже в комментариях в Ютубе напишу. Я буду развиваться здесь. Вот так вот напишу. Заходите по ссылке. Будем играть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь парниша, с которого я, в принципе, сейчас неплохо получу. Ай, он же не даст... Подожди, он загорелся, нет хоть? Парня, парня. Смотрите, какое солнышко. Насколько светло все светит. ФПСик тоже мне нравится. Под 80 работает. Эй, ты еще скажи, что ты меня сейчас убьешь. Подождите, лук, что ли, стал чаще перезаряжаться? Или мне показалось? Лук прям наяривает. О, кому-то дали муд. Нормально. Значит, модеры следят. Модеры есть. Отлично. И уже четвертый левел. А зачем здесь, в принципе, давать пятый левел, когда ты убиваешь медведя и сразу пятый? Кстати. Ладно. Я хотел вот эту вот штуку выучить. Вот эту. И попробовать в этих, как ее, вот в вэпенах ей подобывать. Ей лучше. Ну что, ребят. Это новая графика. Смотрите, как все добавились. Все стало краше, бача. Кусты теперь стали такие прикольненькие. О, и прокачок-то, в принципе, быстрый. Сервер так и остался. Их с два днем, их с три ночью. Я не знаю, как мы будем сейчас бегать ночью. Потому что фишка-то тут в том, что ночью гамма не работает. И как убивать, я не знаю. Только в крысу, когда кто-то включил что-то, и ты убиваешь. Я не знаю. Наверное, как-то так. Сейчас что сможем, сразу оденем. Похиляемся, конечно же. Вот у нас есть калача. Мы наделаем все для печки. Так что... Подожди, я вот не помню. Вот этот, по-моему, сервер не больше двух человек, насколько я знаю. Но не помню. Так что, да, не больше двух человек. Вот, ребят. Если вы не хотите играть, где вас душат кланами в три человека, заходите сюда. Здесь можно играть вдвоем. То есть, настройки все стали схапиться. Просто поменяли карту, процедуралку. Она на 3500 масштаба. То есть, в принципе, лагать на ваших компьютерах не должно. То есть, максимально такая маленькая карта. Ну, не совсем максимально. Можно было еще меньше. Но, насколько это возможно, это сделали. Для того, чтобы вы могли посмотреть новую графику. Да и я тоже хочу посмотреть новую графику. Далее, что? Если вы насобираете кучу ракет на этом сервере, зовите меня на рейды. Если рейд получится прикольным, то мы с вами вместе подрейдим чей-нибудь дом. Потому что вдвоем можно играть. Поэтому означает, что вы один нафармили, меня позвали. И мы можем снять ролик чисто вдвоем. Кто это давно хотел и об этом мечтал. Я не знаю, будет ли у вас как бы... Че такое? Че это падает? Я че-то не понял. А че там падает? Там какой-то пацан, что ли, есть? Так что еще раз повторюсь. Все ссылки в описании ролика. Заходите. Сейчас самое то, чтобы развиваться. Блин. А у него пайпы нету уже? Давай-давай. Где ты? О! Здравствуйте. Подожди, а куда? Зачем он сделал столько камней? Ты что, больной? Здесь еще и радиация лупит. Зачем я вообще сюда полез? Воу! Классно. Просто классно. Это может делать только Легасик. Нет, я, конечно же, не встану. Сейчас, если я здесь поднимусь... Да, я здесь быстрее пойдем за своими же ресурсами. Вот это я топовый пацан. Я сейчас, конечно же, буду стараться строить дом, прокачиваться, просто играть, наблюдать на новую вот эту графику. Че, я здесь неужели не запрыгну? Ну, ёперный балет, как мне... Ясно. Мне нужно здесь аккуратно сейчас залезть наверх. Смотрите, холмы такие сделали более красивые. Кит Хом убрали здесь. Понятное дело, что убрали, чтобы не было все на халяву. То есть, все сделано к реалистичности. Потому что здесь и так два человека. Зачем вам здесь Кит Хом и... Кит Хантер и прочая лабудень? Зачем? Вот объясните. Вас, в принципе, ничего здесь такого сильного трогать не будет. Здесь только сделали Кит Сори. Давайте посмотрим. Может, уже сделали. Левел, наверное, поднали. Давайте Кит Сори. Ой. Кит Сори. А, девятый левелок. Отлично. То есть, вы уже можете, придя... И бонарморка новая. Вы уже, придя из школы, можете сразу взять себе большой левел. И не париться, и не ждать, и не следить за теми людьми, которые... Ну да, тебя еще не хватало. Да ну тебя нахрен. Сейчас ты меня убьешь. Один процент. Круто. Круто! Откуда здесь резнулся еще один мишка? Я что-то не понял. Давай меня резни куда-нибудь. Еще какой-то бомжик бежит. Мне просто... Ну да. Иди в жбаню. У меня ничего нету, друг. Сейчас будет... Ясно. И сейчас меня куда-нибудь не туда кидет. Да что же вы приставили-то? Ну, в общем-то, такая получилась незапланированная серия. Я просто тороплюсь... Тороплюсь именно записать ролик, чтобы люди увидели и зашли на сервер. Чтобы уже был большой онлайн, и чтобы я смог нормально отстроиться и нормально уже пойти воевать. Я хочу сейчас все-таки опять пойти на завод и забрать свое снаряжение. Я не знаю, успею ли я это сделать или нет. То меня медведь убивает, то какой-то бомж. Вот так вот иногда бывает начало. Не столь как бы безопасное. Все это из-за того, что я тороплюсь. Тороплюсь именно не куда-то, а тороплюсь и вам рассказать информацию. Голова сразу начинает отключаться. И хочу быстренько дом построить за отведенное время. Но, как говорится, поспешишь людей, ребят, насмешишь. Поэтому не смешите людей. Вот такая вот карта, в принципе, прикольная. Я бы хотел жить, наверное, где-то внизу. Либо посмотреть на новый маяк или в правом нижнем углу на туннель. Мы обязательно сходим в следующей части на все новые места. То есть на маяк, на туннель. Повоюем с людьми. И вот эта долбанная, злосчастная водонапорная вышка. Которая я убил чувака и сдох. Прикольно дерево выглядело. Вот эти кусты, как же в них можно будет мансить идеально. Это, по-моему, идеально для манса. Вот уже люди встречают, говорят, кулигасик. Остановку переделали. Ребят, прикольно. Мы сейчас походим по заводам, посмотрим. Такая остановка вот. Да что-то это, конечно... А, вот здесь вот говорили, будет лежать. Будут лежать ресурсы различные. Но не в таких трансформаторных подстанциях, а чуть в других, которых расположено на аэропортах. Я не знаю, успею я... Ну, конечно, здесь мой труп был виден, и, наверное, уже кто-то залутал. Я не верю в то, что мой труп... Ну да, его что-то не видно. Либо он упал, либо еще что-нибудь. Так, кровать. А вот кровать я себе оставлю. Я себе оставлю обязательно кровать. Так, кит-хоп, кит-хантер, кит-медик тоже. Во! Убрали, да, киты? Ну все, хорошо. Киты, они не нужны. Все, кит-сори только, и нормально. 25 человек только повезло, кто мог успеть везти эти киты. Отлично. Я забираю все обратно с собой. Гигантчик душит. Отлично. Вот это заберу. А где лук? Лук где-то рядом упал. И пропал, как я понял, да? Я могу лук сделать сам в эпоне. Но мне нужно... Но мне нужно собрать побольше ткани. Побьем бочки. Блин, я что-то даже заговорился о призыве игры на этом сервере. Бумага выпала. А на графу-то больно-таки не посмотрел. Качалка здесь, которую можно качать. Более все так ярко. Смотрите, 2 часа дня вроде ярко, да? Дальше что мы куда идем? Ух ты, е-мое. Здесь пожрать мы заберем. Но пожрать это такое. Мне бы лучше лук скрафтить. А чтобы его скрафтить, я должен найти ткань. Ткань тут, по-моему, возле завода больно-то не найти. Завод прикольно сформировали в правом верхнем углу. Офигеть, ребят. Смотри, для двух человек можно отнимать эти острова. Сверху, справа огромный остров. Сверху по центру, слева вверху острова прикольные. На которых... Ой-ой-ой-ой-ой. Пацан рубит камень. А у него есть лук? Ой! 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 Копье! Копье есть. Ёперный балет! Не нужно отнять у него эту штуку. Нет! Отнял! Иди сюда! Он перевязывается, а у меня нету на копье. Он сейчас так и будет перевязываться. Во! Давай-давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай-давай-давай! Мне нужны твои камни. Да ё-моё! Так, подожди. По дереву вэпон. Где вэпон? Отлично. Берём копья. И поехали. Он сейчас полностью восстановится, падла такая. Вот так вот! Ещё взял копьё. Не попал. Ух! Убил! Наконец-таки! Блин, сколько я с ним возился, а? Дай мне лук. Мне только лук нужен был. И всё, больше мне ничего не надо было. Мне тупо нужен был лук. Смотрите, он где-то одёжку нашёл прикольную. Хух! Сколько я с ним страдал, бегал, а? Рассказывал ему, как его зовут. Деревья, конечно, классные. Если строить здесь дома на дереве, наверное, они бы выглядели очень прикольно. Теперь ночью будет фармить лучше. Вот он где-то здесь камень фармил. Вот это камыши. Здесь можно просто сидеть, из них наблюдать. И хрен по тебе кто затопит. Ну, Лего, это я, Наташка, Пуся. А, это Пикачу, что ли? Понял. Свои, ребята. Так, у меня здесь есть стрелы. Надо быстрее сделать ещё стрелы. Обычные стрелы. Но мне на них нужны обычные деревья. Мы сейчас, может быть, их просто на полу найдём. А вот и ткань. А вот и кровать. А, то есть у меня сейчас нету, как бы, ничего в китах, чтобы сделать себе какое-то оружие или ещё что-то. Так, мы немного перевяжемся. Как он меня, конечно, не убил, не достал, я ничего не понимаю. Кусты и так в зиму приятно очень переходит на глаз. Ребят, короче, я вас жду на сервачке. Будем с вами воевать. Я уже девятый левел. Ну, в принципе, китсори, вы напишите, тоже сразу поднимите левел. Мне нужно сейчас немного камня. Немного что ещё. Ну, короче, нужны ресурсы. В принципе, я думаю, что давайте так и сделаем. Побегаем, построим какой-нибудь дом в этой серии. Походу дела здесь строит кто-то дом. Какой-то опасный челик. Но у него не хватает ресурсов на фундамент. Запустил печку и здесь кочует мишка. И уже первую пещеру, походу дела, застраивают, да? Да, уже застраивают первую пещеру. Ребят, поэтому нужно быстрее как-то, если получится, забежать. Подожди, это пищ... Ё-моё! Только не на меня, пожалуйста. Только не на меня! Ну же! 42! 42! Хэдшот! До свидания! Быстрее! Быстрее! Быстрее отжираемся, ребята! Так, это всё забираем. Стрелы забрал. Он здесь уже отстраивал. Отстраивал, ребята, ещё Миша! Так, срочно нужно вот эти штуки поесть. Лампочку обязательно заберу, потому что ночью темнота. План постройки тоже можно, но откуда... О, Миша! Миша, здравствуйте! Мишу нужно срочно убить, добыть и убежать. Потому что с Мишей это... Опыт огромный. Если бы я ещё понимал, что он творит... То я бы, конечно... Воу! Ну давай! Да что ж ты делаешь-то? Пролагал лук, и непонятно, что случилось. Ё-моё! О, я здесь, в принципе, рядом. Быстрее, туда! А Бостонный лук! Он его сейчас добивает и все ресурсы забирает. И всё, это GG! Ах, как же я просрал ресурсы-то неграмотно! Быстрее надо срубить дерево. Дойти до туда. Но я не успею уже, я не успею. Почему такое огромное количество медведей? Что за бредятина? Ему там осталось-то на пару ударов. Я слез, он начал баговать, что-то мочить, бегать куда-то. Крутить, непонятно, что вообще вытворять. Быстрее туда бежим. И началась бомбёжка. Раз, два, три. Всё, отпускаем. Запускаем. Сделаем вот эту. Это выбросим. Давай, нам надо по дороге ещё. По дороге. Как-то всё это сделало зарулить. Зарулить. Блин, он забрал моё копьё, моё всё. И закрылся. Ну чё, выйдет он? Нет отсюда. Хоть бы он вышел, а. Геган говорит, спасибо. Ну уже. Сейчас темнота ещё начнётся. Ему по-любому нужно пойти, будет рубить. Открывай просто дверь, и я захожу. И я просто захожу. Ну давай. Блин, а бостерный медведь. Он в моих же этих штуках побежал. Ну выйди из дома, и всё будет хорошо. И мы с тобой поговорим. Только мне нужно будет ему в глаз как-то попасть. Что в принципе нереально. Открывай дверь. Просто открывай дверь. Открывай дверь, и я захожу. Ну? Ну открой, братан. Очень срочно надо. Ну иди добывать резцы. Тебе же по-любому нужно будет идти добывать резцы. Интересно, он знает, что я тут или нет? Открывай. У него там ни печки, ни ничего нету. Ты же должен пойти и... Как его? Нафармить ресурсы. Ты же хочешь фармить ресурсы? Что, будем ждать тогда? Он бегает, уже темнота. Ну же, давай. Выйди. Засранец ты хренов. Выйди из дома. Ты же хочешь выйти? Ты же хочешь, я знаю. Выходи, пожалуйста. У меня есть одно копье, 55 хп. И больше, в принципе, ничего нету. Я жду под его домом. Уже ночь. Не знаю, захочет ли он собирать ресурсы. Х3. Ночью. Но днем он всяко выйдет. Давай, давай, давай. Выходи, падла. Я тебя буду ждать. У тебя куча моих ресурсов. И его, и моих. Давай, 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 давай. Открывай дверь. Открывай дверь, я готов. Что-то там делает еду какую-то. Вот, х3 ночь. Он же должен захотеть пойти ночью пофармить ресурсы. Что-то меня отодвинуло, как будто бы. Ну, ты будешь выходить или нет? Ждем тогда. Он, наверное, днем пойдет. У него там что-то, что-то он там делает. Но он еще, он ни одну дверь еще больше не сделал. Все, ждем. Замешкался, замешкался. Ну, открывай же дверь. Ты хочешь фармить, ты хочешь фармить на четвертом раскладе. Потому что х3. Ну? Ну ты сука, а. Ну почему он не хочет выходить? У него только одна дверь. Нет, он там занимается какой-то херней. Каким-то мясом там занимается. А у Легасика бомбит. У Легасика просто бомбит. Ну, выходи. Ладно, будем ждать. Ждал я, в общем-то, этого мудака. Ждал. И ни хрена не дождался. Он говорит, отойди, пожалуйста, говорит, от двери. О, 12 патриков. Я сейчас нахожусь в центре, возле центрального завода. Фармлю ресурсы дальше. Ну, в общем-то, как говорится, первый блинкомом. В принципе, я всю важную инфу рассказал. Мне тут даже грозятся, что меня будут весь сезон... Ребят, меня весь сезон, говорят, будут рейдить. Давайте тогда сделаем такую штуку, что, может быть, будем жить где-то возле аэропорта в левом нижнем углу. И я, наверное, там буду строиться. И чтобы непонятно было, где чей дом. Кто не боится, что его зарейдят, могут писать таблички Лего. Кто боится, ну, конечно, тогда не пишите. А если вы уверены в своих силах, и там вас двое, заходите. Здесь есть два пацана. Один с элиткой, донатер. Другой, по-моему, прем. И, короче, говорят, что тебе, типа, здесь жизни не будет. Мы, конечно же, на это все посмотрим. Оценим, на что они способны. Ну и, в общем-то, я сейчас пойду дальше фармить ресурсы, потому что, ну, по-другому вообще никак. Я не знаю, что мне делать. И буду строить, наверное, дом. Бумажная карта. Она мне, к сожалению, не нужна. Это не классик сервер. На классике сервере, конечно, ну, понадобилось бы. 12 патронов на 5.56. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, это хорошо. Но мне сейчас нужно опять фармить на лук. Искать животных. И даже при 30 онлайне я нашел, как бы, сражения различные. Что немаловажно, как говорится. И... И опиздюлился. Вот так вот могу сказать по-русски. Ну, ничего. Мы свой скилл сейчас подкачаем. Все будет у нас хорошо. Поразвиваемся. И будем, как обычно, рейдить. Может быть, Денчик придет? Подожди, а что это у него деревянная дверь? Там вообще кто-нибудь есть? Сейчас попробуем подойти. О, что-то строит. Что-то этот парень строит. Кодовый замок у него. Но он готовит на железную дверь. Он сейчас хер выйдет. Он наделал кучу железа. Это понятное дело. Наделал кучу железа. Варит там это железо. И в любом случае не даст войти. Ну что, ребят. С вами был Легасик. Я буду сейчас стараться что-нибудь отнимать. Но отнимать у меня уже не получится. Потому что раз сейчас с каждым разом все стало тяжелее и тяжелее. Люди теперь не тупицы. Они реально делают такие хопа. Деревянные двери. Быстренько ставят замок. И потом сидят, фармят уже до следующей стадии. То есть такого, что выйдет и отдаст ресурсы. Сейчас такого уже не бывает. Ну ладно. Всем спасибо. Не забываем ставить лайки. Всем пока-пока.